всем привет дорогие друзья пишу на самом деле уже второй раз и ну в общем все добро пожаловать собственно обзор варкапа под номером 20 всем привет в чатике привет всем кто на премьере и карту нас л к фло на самом деле не самая удачная карта вообще в целом для того чтобы ее создавать но так уж вышло что она даже попала на варкап суть 20 варкапа для тех кто не знает было в том что по идее был проведен 19 были результаты 19 варкапа и были результаты 21 варкапа и нос обнаружил вдруг что нету 20 варкапа и мы решили под закрытие сезона провести такой вот 20 варкап выбрав карту именно из того времени когда проходили эти варкапы когда должен был он пройти ну и было несколько вариантов карт нос решил выбрать л к фло я спорить не стал нарочно ну и несмотря на то что даже очень много дома прислали карта не перестала быть не очень качественный и у многих пекло жопу так что не знаю знает ли об этом нос но скорее всего нет он будет думать что если оценка хорошо значит все хорошо но он во блюдном на старте есть тайм бесед здесь есть но его использовать ни в коем случае нельзя берем есть и чтобы его взять кстати мне сразу с ним появляемся чтобы взять нужно еще пару шишков сделать ну карта старенькая это простительно в целом дизайн очень хороший здесь кстати вот есть такие как рампочки у них можно приземляться и получать скорость но землицу туда по моему никак у вас не получится без только вдруг вы не перелетите сюда и вот так вот сделайте но это будет медленнее в любом случае далее у нас поворот рампа такая вот труба большая здесь везде можно походить внизу вода не телепортов никел триггеров ничего нету и очень круто что л к сделал нам вот такой вот подземную марианскую впадину очень очень глубокую и в потолок туда вверх точно также очень много это все выходит я думаю что это минус оптимизация и минус уважение вообще к мапперам так что тут у нас тут вообще пропасть ну то ищи вода но блин карта сделана как будто бы на коленке несмотря на то что над дизайном видно что он попотел над дизайнов в целом да там и лампочки для потолок с кривой текстуры я не знаю он либо пьяный делал эту карту либо еще что-то и вот главный момент на этой карте ключевой и как в цпм так и в кутри по идее это вот эта рампа в цпм ясное дело нам нужно заходить под максимально как бы таким острым углом по отношению к рампе чтобы потерять минимум скорости и залететь наверх продолжать стрейфить с большей скоростью а в кутри здесь отличный джампад который на самом деле ничем не выделен он сделан лампочкой и при том что я говорю он сделан лампочкой на самом деле нет он сделан рядом с лампочкой вот здесь у скорее всего он такой же квадратный как лампочка но и даже может быть по размерам чуть больше да скорее всего даже больше там в полтора раза чем сама лампочка ну не знаю не знаю как это могло произойти может он когда-то что-то двигал и случайно у него сдвинулся джампад или там что-то еще или что-то еще но ориентироваться на то где находится джампад при условии что он даже не вот здесь не вплотную находится чуть дальше для многих было огромной проблемой не знаю как так нос не оценил эту тему или он сказала да пофиг или чего я не короче блин не знаю я буду нос ругать за эту карту потому что это очень неуважительно по отношению к игрокам такую карту вообще ставить лучше уж мд-32 ран 2 поиграть ребят чем карту в кутри в кутри в котором отсюда еще фиг дойдешь нормально еще можно джампад фейлить постоянно но это такое на самом деле в общем-то падаем мы на джампад либо на рампу здесь у нас несколько поворотов туда-сюда склоны еще один поворот и вот мы собственно и на финише то есть карта даже на я не знаю на ней даже по сути роутов нету все тут все упирается именно в набор скорости кто как вы вот эту рампу пройдете в то как вы на вы кутри на джампаде прыгните сколько с джампаду у вас будет скорости и так далее так далее то есть карта по идее очень фреймодрочная но стрейфовые карты нынче многие такие но на них хотя бы есть какие-то роут там я не знаю здесь конечно особенно этот джампад ну и в общем то вот такая вот карта даже не знаю что про нее еще сказать в кутри играть не вижу смысла могу сказать в кутри то что видел нужно использовать максимально ну как почти на любой карте нужно использовать рельеф самой карты в кутри то есть вот эту полукруглую область можно врезаться и чтобы она нас столкнула по направлению дальше по карте чтобы нам не приходилось где-то запасывать скорость ради поворота и все такое ну и много здесь естественно ground фреймов будет мы в кутри я думаю увидим по восхищаемся кутришниками и все такое ну и в общем давайте я думаю перейдем к дымкам потому что говорить тут собственно да и нечего так варкап пока общез что же делать сейчас если вы думаете что я забыл скачать нет я не забыл скачать я не знаю почему с появился у я вилса элка флоу вы кутри очень очень много дымок у нас сразу скажу что вы кутри дымок 29 а цп дымок 46 и это был по моему или это или прошлый варкап короче какой-то из недавних варкапов был побит рекорд по количеству дымок и это значит что короче был побит рекорд на надо фвц было семьдесят четыре дымки по моему на последнем раунде мы варкапом перебили этот рекорд и это хорошо и да кстати спасибо лекс если ты смотришь я еще наверно на твои демки скажу вдруг ты только свою дымку смотри спасибо кутри лекс за поддержку 50 рублей очень приятно вот как я и говорил все упирается в гранд фрейм и в траекторию здесь видите как люди находили дрампад просто дивана ощупь как палочкой стучат слепые перед собой чтобы понять что там ну неплохой стрейк неплохой так волка но и 22 и 8 неплохие гранд фрейм на самом деле слишком долго жал прыжок иногда целом по стрейку ну нормально нормально не знаю если я увижу что-то прямо очень некачественная обязательно скажу барин 25 сделал так очень качественный гранд фрейм и здесь конечно немножко он по траектории как-то с джемпада промахнулся но перед джемпадом у него получилось сверх круто вообще там повернуть на этих гранд фреймах ну и поиграть пады конечно же я советую потому что нужно оттачивать скорость поворота с одной стороны в другую то есть по цигазу слева направо потому что пока вот барин поворачивает с одной стороны в другую он в это время скорость не набирает я об этом говорил естественно и я буду говорить наверно еще и еще то есть вот этот вот промежуток перемещения слева направо либо там справа налево неважно нужно максимально сокращать чтобы у вас не было вот этого окна пустого где вы не набираете скорость либо она была максимально маленьким с кубе 22 и 5 также прямо дрочит фрейма дрочи же идет так использовал трубу гранд фрейм хорошо но джемпад хорошо попал и здесь хорошо повернул гранд фрейм еще гранд фрейм здесь по сути лишь не прыжок конечно сделал он но тем не менее очень хорошо очень хорошо прошел молодец миллениум там же 25 просто фреймы друг от друга откусывают интересно что будет на топовых демках там вообще наверно офигеть так модель такая же слышь я боюсь что у вас он фиг зерга и поэтому вы на этих местах находится вот здесь без лишнего прыжка начал раньше по идее поворачивать и за счет этого возможно частично миллениуме победил набор скорости не очень чистый но опять же падает в помощь как говорится кутри гиггс 22 и 1 400 откусил от прошлого оппонента так здесь не ударялся просто гранд фреймом заворачивал тоже хороший вариант очень хорошие гранд фреймы лишнего прыжка не сделал слушайте очень даже ничего очень даже ничего но опять же поворачивал в стороны менял стороны долго а в целом вот гранд фрейм мне очень нравится тут в основном конечно не только но в основном я думаю что на гранд фреймах вот на этих это самый основной момент потому что чем вы качественного сделаете тем больше скорости у вас сохранится тем больше скорости вы в итоге наберете османук космобайкер он же я думаю космобикер 21 и 8 так врезался в стену очень крутые гранд фреймы но урок конечно не самый оптимальный здесь по сути как будто бы лишний прыжок ну то есть по спейсинга так случилось что ему пришлось именно так делать и 20 на 8 до в целом уже гораздо лучше так я совсем забыл про музыкальное сопровождение давайте мы исправим так кутри лекс 21 и 7 кутри лекс еще раз спасибо большое за поддержку очень очень приятно так хорошо попал на джимпад и в конце конечно скорость наберут когда по прямой вот о чем я и говорю то есть вот по этой прямой по идее нужно вообще максимум выжимать а из-за того что у вас ну как бы не очень хороший контроль именно где будет цегас находиться и как вообще типа перемещать там и так далее у вас такая пропасть там в скорости поэтому я рекомендую реально поиграть пады но я буду еще делать ролик по стрейфу так что там тоже еще раз все скажу я надеюсь вы его все посмотрите то место в 216 о я думаю что это приз за оригинальной свеку 3 потому что по низу я бы я это конечно отметил в обзоре что там можно туда но блин ну слушайте если кто-то это еще сделает это конечно круто но я бы хотел чтобы нет никто не этого не сделал томик нормально очень хороший стрейф буду снук как я понимаю из беларуси так кстати хорошие гранд фрейм и ой ой как качественно очень качественно но на джимпад к сожалению попал не совсем хорошо и здесь он нарочно сделал такой острый прыжок был там на углу чтобы в конце более оптимально пройти по более оптимальной траектории это ну и сохранить естественно больше скорости это очень круто очень круто булка вилка 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 дилка и вот это все так тоже прыгал по трубе тоже хороший гранд фрейм и на джимпад попал неплохо ну и финиш тоже очень ничего так пашка спл тоже прыгал по трубе очень много скорости там было набрал пришлось не набирает скорость какое-то время потому что на джимпад попал таким образом что мог бы врезаться в стену в остальном в остальном конечно все очень неплохо но опять же вот слева направо повороты нужно это под оттачивать механик 21 и 2 так очень хороший стрейф хороший грунт фрейм с этим учился ему не пришлось больше срезать никак скорость по траектории вообще идеально у него получилось здесь очень близко пролетел но вот на самом деле вот этот поворот он ему все испортил потому что пришлось до 600 скорость сбрасывать делать еще один грамм фрейм окончайся так что да но финиш запорол конечно если бы финиш как-то по-другому получился у тебя по более ровной траектории как будто как у буду сумка к примеру но из если или если это не буду сумка просто четвертая версия какого-то с ну куда бы 4 в любом случае ну пиши комментарии мы будем знать корж перебил тебя на 300 механик корж перебил корж и понимаешь на хлебобулочные изделия тебя перевела а хлебобулочные изделия белоруссии между прочим очень хорошо вообще 1200 на финише вот вот это финиш мне понравился очень хороший финиш займ 29 тоже очень хорошо на финише получилось отличные грамм фреймы и вообще почти 1300 набрал еще халфбитом кстати стрейфил очень круто но лунтик лунтик смог лучше лунтик чуть лучше постарался на пару фреймов лунтик молодец 29 лунтик красава использовал рампу тоже по трубе прыгал неплохие грамм фрейм и сразу же после джимпада набирал скорость грамм фрейм и грамм фрейм и грамм фрейм и но вот здесь на финише слишком далеко он был там вот угла это тоже минус и ну в какой-то степени мог получше если бы чуть ближе там к углу начал поворачивать как раз спейсинг такой классный был можно было его будто бы заски ведь этот угол ну в любом случае очень круто получилось катер пилар надеюсь правильно произнес скорее всего нет но ладно 70 рус ну слушайте в целом о моменту очень круто двигается вот по набору скорости не очень и вот тот самый момент когда решает именно типа вот как бы гранд фрейм и траектория и вот это вот это все когда это за решала потому что он ну не очень качественно набирал скорости тем не менее все равно сделал 28 это очень круто 27 сервис ну очень классный грамм фрейм и скорости конечно в конце не очень много но это такой последствия дорожки дженни гитар 26 но здесь небольшая ошибка но в конце это конечно немножко в плюс выйдет то что а еще из но скорость не очень хорошо набрал вот в конце очень важно как вот сенат сделал это же сенат по моему то есть вот этот последний поворот г-образный нужно его как-то максимально плавно проходить не теряя скорость и и это на самом деле не очень легко шарлон 24 сейчас мы дойдем я думаю до людей которые более хорошо себя чувствуют в кутри физики и покажут нам как надо неплохой набор скорости 2 огромный фрейм и сделал хорошо попал на джимпад заскинул здесь уголок и вот здесь вот вот у шарлона кстати очень приблизительно получилось это дело он очень хорошо последний вот этот поворот прошел 23 23 из тоже хороший набор скорости отличный грунт фрейм и вообще почти скорости не терял здесь ой как узко как узко он прошел еще здесь ой вот 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 он вот пошло пошло пошла пошла родимая очень очень крутые последние повороты просто не знаю великолепные последний поворот 27 андот альмера полми играла мира две минуты я все понял так хорошая скорость неплохие гранд фрейм и прямо на краешек джимпада судя по всему попало это очень хорошо и тоже по узкой траектории у нас поворачивает здесь хороший гранд фрейм так все получается можно было конечно чуть получше но это не так важно набор скорости конечно очень хороших и заперегнала на сотку выку 3 а это чего-нибудь достоит потому что хэйз не хухры-мухры так парки поп 21 перебил альмеру как ты мог как ты мог как ты посмел майор доигрались перечитал кто-то мурзинку у нас а он здесь вообще не делал гранд фрейм в это спорный вопрос на самом деле это можно сделать очень хороший гранд фрейм и сохранить ну не врезаясь в стену сохранить больше скорости но такой вариант тоже приемлемый и в целом ну time говорит сам за себя немножко вот но это тоже это все фрейм фрейм и фрейм и вот так визуальной такого отличия огромного нету это нужно разбирать именно по фрейм его где-то было больше скорости где-то меньше и тогда nx и столи эти 21 набирал вообще по максимуму сделал потом один гранд фрейм отличный набор скорости хорошие гранд фрейм на поворотах и вот здесь завод он слабенький гранд фрейм был в итоге он не врезался стену и мог бы еще больше набрать скорость если вы прыжок не так долго жмякал да все неплохо гипер вот синоль гипер отправил нам гипер апекс мертв мертв там что ну в любом случае приятно видеть относительно новые лица на варкапах отличные гранд фреймы тоже вот это вот 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 и гипера как раз 1300 за счет того что он лучше набирает скорость и возможно на старте у него чуть получше был более оптимальный был вариант по дорожке поэтому перегнал почти на сотку проблем 19 9 не знаю кто это из рашки нл фаза вон там играл неплохо неплохо сенс высокий сенс видно что высокий я до сих пор не знаю кто это пешком доходил пешком доходил до джимпада надо почти в минус пол джампа насколько я помню а это данный flight да 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 ну там по идее типа да по если ты очень быстро идешь то ты получается если делаешь прыжок то ты перелетаешь джимпад либо ты идешь максимально мало пешком и по ну там уже получается фрейма дрочь в сторону именно ходьбы пешком у кого стрейф лучше кто меньше ходил пешком до джимпада тот и выиграл х по идее ну там нет лайт красавчик сап-20 сделал просто плюс уважение тебе молодец 19 5 кет сия кет лет мне новых его очень воркапс от кета ожидать вообще ой-ой вообще бы сразу сразу очень на джимпад попал очень классный стрейбл на старте ну и в конце у броса великолепный граунд фреймы и на это рампе он конечно потерял немного скорости но это уже избыток роута так ну и кет это был третье место клан не блан роман он же жан 19 3 перевел кета на 200 200 я думаю эти 200 они после джимпада где-то сделаны потому что до джимпада там не знаю как можно еще быстрее это все дело провернуть даже вал стрейфом относительно чуть-чуть проходил отличный граунд фрейм и больше граунд фрейма не делал то есть он сохранял по минутам было 1200 и здесь по траектории более оптимально более оптимально финиш он пропрыгал вот эту прямую и на джимпаде он тоже плюс у кета вырвал потому что кет по моему делал два граунд фрейма роман делал один и у него там 1250 было перед джимпадом и локи еще отжал полтос я думаю что вот этот полтос точно где-то где-то около финиша очень круто ребят что вы все прислали демки наконец-то у нас новую кутри демки то обычно там типа кет в кен x и все два граунд фрейма скорости тем не менее 1200 и здесь а я понял здесь у него по да 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 он здесь не делал граунд фрейм он просто за счет общей за счет общей скорости то что она у него было больше плюс у него по спейсингу получилось так что он не просто врезался в ту стену перед финишем а он именно с кемилл ее а когда ты схемишь стену ты немного меньше теряешь скорости так что да так ну что цпм переходим к цпм у 3 гиггс 24 так набрал какую-то стартовую скорость и я как-то не сразу врубился что мы теперь цпм смотрим поворачивать через кнопку вперед что не самый эффективный способ делал еще и circle ну и в конце неплохо набрал скорость ну вот надо поворачивать боковыми кнопками а д и тогда будет все в порядке арсений привет 17.8 спасибо за демочку давай старайся лучше так дефраг зерга я вижу первую самую ошибку на этой демке так отличный дубл джамп кстати 1300 было перед рампой поворачивать как раз таки на а д большой большой молодец но очень долго жмет еще прыжок но это придрачивается со временем я думаю что нужно просто учитывать на будущее что чем дольше ты жмешь прыжок во время набора скорости тем меньше у тебя скорости набирается а то и совсем не набирается беременем 17.6 так неплохой набор скорости через кнопку вперед немножко себя подравнивает слишком широко здесь шел мог бы на самом деле идти уже и сделать минус прыжок но как уж есть и не самые четкие как бы это объяснить спасибо спасибо всем ребят буду буду здоров не самые четкие переходы от поворота к набору скорости ну я думаю сам миллениум видел и давайте прямо вот давайте прямо на финише я там сделаю там скил поменьше я вам всем покажу я думаю сам миллениум возможно обратит на это внимание если не замечал здесь все неплохо но вперед поворачивает здесь конечно слишком широко он брала и вот здесь вот здесь нормально а вот следующий поворот по моему ведь он как-то тернул то есть он не довернул поворот и это очень кстати распространенная ошибка среди новичков он не довернул поворот и уже начал сми типа делать ну это в таймскейле это видно как будто бы он просто дернул мышь на самом деле если мы еще раз посмотрим в обычной скорости то мы увидим что он просто не довернул и начал стрейфить с кнопкой вперед нужно лучше всегда я просто хочу сказать что лучше всегда пусть вы лишнего как бы ну повернете и чуть-чуть ведь вот оп волка бы перемещал уже мышку на стрейф с поворота и лучше конечно же если вы просто повернете и тихонечко будете начнете стрейфить чем вы не довернете тарак будете торпиться набирать скорости потеряете вообще скорость так что это момент такой но это очень распространенная ошибка так что у кого такое может быть бывает обратите внимание на то как вы это делаете и исправляетесь нера 17 5 и бега тоже очень широко здесь заходил на рампу почти под прямым углом зашел и потерял почти всю скорость 1000 усов не там оставалось ну и в конце тихонечку тихонечко дошел неплохо и молодец катар пилар точно точно фрейм в фрейм может это вообще один тот же человек просто с разными модельками руков вот более узко здесь шел прямо на краешек попадал но здесь разница у них в том что нера по моему чуть больше чуть лучше набирал скорость катар пилар лучше прошел рампу но набирал скорость хуже а нера набирал скорость лучше но плохо прошел рампу поэтому у них собственно вот они взаимосвязано так как-то пришли одновременно и с большим отрывом в 800 кутри лекс 16 7 там еще роман играл cpn на cpn по моему не отправлял вот очень хорошо попал по идее на рампу добрал скорости до 1000 и здесь тоже пытался еще добирать кнопкой вперед в конце повернул в принципе в целом все хорошо осталось только набраться опыта и делать это более качественно дукач 15 5 вам аду течь дуки все enter меня заразил вот этой фигней мне очень конечно прикольно говорить так говорит эндор но я буду говорить как есть так сразу полно рампу 1300 пришлось сделать лишний прыжок тут перед рампой и целом да в целом стрейф очень крутой ну дукич он давно у нас участников я думаю знают как стрейфить это не спб давай удиви давай 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 я помню выку 3 мы томи даем за оригинальность выку 3 точно даем томи за оригинальность а в цпм не даем все излили ну не знаю когда я смогу выдать потому что по моему пока что админка не полноценно работает мы только-только переезжаем еще поэтому пока еще даже нету отдельных ссылок на отдельно новости типа нельзя отдельно ссылку варка по открытию еще что но в целом очень круто прошел естественно 16 и 2 сапожник так хорошо попал на рампу здесь скорость не добирал и только потом вот кстати была та же самая ошибка с поворотом он тоже немного не довернул и уже начинал там смещать мышь и ну так получилось что потерял немножко скорости в конце 16 1 это roof хорошо полно рампу 1400 почти скорости лишний прыжок не делал мог бы еще острее зайти на рампу и вообще очень много скорости сохранить тем не менее поворачивал кнопкой вперед и в перерывах поворотов хотел набирать еще много-много скорости в целом ему это удалось и он перебил немножко сапожника но было бы эффективнее немного именно боковыми поворачивать потому что но в данном случае нужно на боковых ты тоже набираешь скорость 720 ровно ровно 16 у нас сделал так волна рампу 1350 хорошо вы хорошо волна рампу очень 1000 сохранил и вот здесь боковыми как раз три фами и вот опять распространена эта ошибка то что я сказал как-то я раньше не замечал может карты такая не такая была или что-то еще но вот эта ошибка на повороте она конечно очень много скорости срезает и на самом деле чуть ли не полтинник возможно по 720 потерял на этом а в целом в остальном все очень даже хорошо вилл на фрейм обогнал так 1350 также на рампу грубо говоря попал с точно такой же скоростью здесь скорости не потерял кстати на повороте ну блин вот этот фрейм не знаю честно говоря но выглядит что немножко почетче вилл стрейхит с кубе 15 9 1400 здесь почти набрал добрал еще потом стрейхом 1060 после рампы здесь кнопка вперед тысячу тысяча 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 тысяча-тиреста добрал ну вы играйте пады пады с кубе и пады поиграй под отказом СИТИ ЖАУ Окей Да, высокая速ль Она пытается Устачу себе速ки, но... Окей, очень хорошая демо Но я думаю, что нужно больше концентрироваться в одной стороне Сигаза И тогда вы просто сможете получить speed После дабл-жампа, вы не сможете это, потому что вы как-то нервы О, что сайта нужно странировать? О, о, я не знаю Вы можете решить это, и вы будете, я не знаю, вы будете здесь Maybe 0.4, 0.3, for sure А вот деку, не стресс Спасибо, шаркости, за демо Рашка А вы деку из рашки Давай деку, удиви, не удивишь, бам тебе там И хватит бухать Здорово, Алекс, здорово, деку беги давай Так, 1400 набрал На дуал-джампе на самом деле много потерял Но потом, кстати, неплохо набирал скорость, но не то чтобы неплохо, на самом деле плохо набирал В одном моменте набирал очень плохо, я думаю деку знает В каком-то и все мы увидели, что когда он страйфил влево, он страйфил в дальней части цыгаза и скорости почти не набирал, это большая ошибка На фрейм тебя перебил Булка, вилка, дылка, 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 булка Булка Так, 1400 почти Тоже, но потом после рампы очень хорошо скорость набрал Слишком широко поворотом уходил, на этом тоже небольшая ошибка То, что слишком далеко ты решил типа именно сейвово вот так повернуть Змейка именно, чтобы типа наверняка завершить видимо карту Но на самом деле иногда лучше подрискнуть И ты бы нормально там потом завернул Но вот набор после рампы у тебя очень хорошо набор скорости после рампы получился Несмотря на то, что на рампу на саму ты не очень хорошо залетел и потерял много скорости Барин, 15.6 Так, 1050 после рампы Но в конце немножко конечно подрастерял это преимущество На самом деле мог бы очень и очень много оторвать от булки Потому что, ну не то что от булки, от всех остальных На самом деле на финише потерял очень много Волканой 15.5 Так, после рампы неплохо набрал Поворачивал в основном кнопкой вперед, это тоже ошибка На больших поворотах лучше поворачивать кнопкой в бок Потому что ты кнопкой вперед просто теряешь скорость Которую ты не набираешь кнопкой в бок Кнопкой в бок ты бы мог 50 упсов плюсом к примеру набрать А это очень большой буст по тайму Поэтому имейте ввиду все То что я говорю каждому Вы обязательно на себя Как бы переносите Интерполируйте Как там правильно Экстраполируйте Так Займ Займ ЦПМ отправ Займ отправил ЦПМ Это уже приз Приз за оригинальность Уже Когда займ отправляется ЦПМ Это уже приз за оригинальность Пасамчик Тысяча после рампы Вот поворачивал боковыми Очень ровно кстати поворачивал И в конце прям кнопкой вперед Это все хорошо 15.5 Просто отличная чистая дымка Молодец 14.8 Меха Ник Тере Механик Тере Ёпта Так Не очень хороший старт На самом деле Но я думаю он в конце Где-то реабилитируется 1300 после рампы Скорость не добирал После даблджампа Добрал до 1080 И просто боковыми поворачивал И в конце неплохой Стрейф тоже Ну Средненько Средненько У займа выглядит получше Хе-хе Так скажу Эвенджер Опять у нас второй тайм Вот у нас первый тайм Во фрейм И второй тайм у нас Фрейм-фрейм пришли Эвенджер Прошел как и механик Ну я думаю Эвенджер Может лучше Просто что-то возможно не получилось А он трубу не использовал И Да-да Вот он на рампу попал не очень На даблджамп В целом-то конечно Демка очень крутая Но То что на рампе Он очень мало скорости поимел И По траектории Ему пришлось лишнего поворачивать По-моему Немножко Ну то есть это Ну это все Это фрейм от рот Четко шел у нас Космобайкер Перебил Эвенджеру на 200 1050 После рампы Боковыми заворачивал Можно было и поуже завернуть Ну и в конце Неплохой стрейф Хотя и Я бы конечно сказал Иди играй пады А я бы и сказал Иди играй пады Космобайкер Надоели Идите играйте пады Поиграйте пады Хотя бы пару дней Просто посидите Подрочите пады Вы сами офигеете Как у вас стрейф по прямой Резко улучшится И вы все свои рекорды Перебьете Фардкор Ну здесь Основная ошибка Это повороты Он очень долго Как-то Поворачивал Нудно Я бы даже сказал То есть он большую скорость Приобрел после Даблджампа Но потом Он все это преимущество Растерял На том что Очень долго Поворачивал Вайланс Узбекистана Напишет ли он нам Что есть Фанаты Узбекистана В Узбекистане Нет Уже не пишет Не пишет Уже нет фанатов Все Мы потеряли фанатов В Узбекистане Очень жаль на самом деле Очень жаль Хороший на самом деле Даблджамп 1100 Кнопкой вперед Правда поворачивает Но ничего страшного Он в целом Скорость неплохо добирал В конце вообще скорости Не набирал Это небольшая ошибка Но и ошибка Большая В том что он поворачивал Кнопкой вперед Если бы поворачивал Боковыми С таким же Чувством Момента Он бы скорее всего Из 15 даже вышел Тимрок 15.0 Из Беларуси Из Беларуси Стерял Тихонечко Довернул Как смог Набрал И все Вообще круто Смотрите Вы посмотрите Что происходит Третий раз Третий раз У нас встречается Frame Еще не учитывая Для того Что у нас много Таймов Где фрейм различия Раз Два Ну не то что много Наверное два Ну блин это очень Очень Фрейм фрейм Пацаны идут А лах на травелах Это у нас Скальн Надеюсь я не вызвал сейчас ФБРовцев Все домой Этим словосочетанием Так 1300 1400 На рампе как будешь 1100 Еще добрал 1150 Неплохо Но в конце Вот Поворачивал Не очень хорошо Можно лучше Можно лучше Скалин В целом Стрейф очень хороший Поздравляю Саб 15 Первый Кто сделал Это Сенат Так 1400 Почти с рампы 1180 Грубо говоря Сдал жампа И в конце И в конце Неплохо Повернул Ну нормально Нормально Ну Основные моменты Одни и те же У всех Лунтик Перебил Сената на 100 Сенат кстати у лунтика вы заметили как лунтик вообще вырос он говорит что бля я нук не могу сделать больше 3 гб подряд ты скажи вот им всем что ты не можешь сделать больше 3 гб подряд тебя помидорами тухлыми закидают за то что ты чсв-шник понял так что лунтик давай продолжай стараться лучше очень круто что ты растешь прямо очень рад я хэйз перебил тебя на два фрейма тачья на фрейм один о ее 19200 там почти короче было но в конце не не совсем ну не небрежно так начал набирать скорость в конце хотя первая часть карта очень даже ничего альмера перебивает хэйза а что это у нас а что это у нас концептуальность а что это у нас концептуальность а что это а что так вдруг так мы подбираемся кто здесь на самом деле это очень хорошо потому что я уже устал так 14 824 альмера call me я говорю call me вот сейчас прямо вот ты смотришь если это калми и мне поколми и это самое почему бы и нет так 1360 доброго до 1500 акты еще так 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 не самый оптимальный на самом деле траектория но в конце более ровно завернула и так получилось что 1500 даже было в конце за счет этого я думаю перебила хэйза но кипиш сделал чуть получше 14 6 на 200 перебил альмер очку ой 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 1200 300 вообще еще почти он он почти на рампу залетел на другую который он бы что за как раз по двери хорошего да точно так ровно в день я за это покажу что вот джейл все это альмера давай дальше так можно узнать какие-то вот теперь он эпизод на ternet быть в чемпионат который слушал это это не для этого он не valeur как в альмер практически то есть в отношении по двери в конечном старе нужно спрашивать который на старыми ногами или предварительно передавал только первой серии у нас геройный и альмера и он в соответствии он даже посылал этой основы победитель скорее чистое в этом геройный и он еще и он в целом какая-то в последние джейлеры потому что он есть в этой Take 5 это просто немножко выровнял И сделал плюс 40, еще плюс 20 Сделал ВМО и Банина Кап Надо, кстати, провести Банина Кап На каких-нибудь картах, дурацкий Так Так, 1400 почти из дублджампа 1430 еще добрал 1200 Долетел, долетел до рампы И повернул нормально Вот, вот так должен был сделать Кипиш, а он не довернул до рампы И Потом очень плохо повернул А ВМО просто у него получилось Он засейвил и аккуратненько Но видно было, что он пытался просто аккуратно уже Лишь бы, блядь, вот ничего не случилось Дойти до финиша и все Так, KFC Не туда Ацид, привет Мы с тобой попозже увидимся KFC Точнее, KFC Ну, точнее Да, Лолипоплиниус Вот, третья неделя 23 маркапа у нас уже прошло С этим молодым человеком Я не знаю Ты нам расскажи Может быть, ты У тебя какой-то челлендж Или, я не знаю Ты просто тебя так Угораешь Так, 1230 До рампы не довернул Но потом очень хорошо повернул Потом очень хорошо получилось повернуть Хорошо Ацид 14,5 Чида Так, 1460 1150 До 1200 набрал До рампы не долетел Но потом в конце нормально повернул Ну, то есть По идее Эталон Как по мне Эталон нормальной демки Это демка в МО Только он В итоге Он скорость не очень оптимально набирал А вот эти все товарищи Они набирали очень хорошо скорость Но роут у них Как бы Ну, по сути Чуть хуже Потому что они до рампы не долетали 14,5 Прокурор Фу, прокурор Был Прокипоп Прокурор какой-то Так 1300 почти с рампы Добрал 1450 С даблджампа 1200 Попал на рампу И потом очень хорошо завернул Но Он Он здесь потерялся На том, что Он слишком много поворачивал Типа он Мог набирать раньше Начать раньше набирать скорость На этом, конечно, ошибка Форстахэ подключился Ой-ой-ой Надо чаще говняные карты ставить Тогда Сразу Форстахэ пришел Пришел кто тут Еще Вот этот Тот Кто Вот эти вот пришли все Форстахэ Так 14,4 Привет, Илюха Привет Что, здесь лайк поставишь На этом обзоре Или дизлайк уже Принципиально Рисует нам солнышко И начинает Стрейфить 1400 С этого С рампы Потом 1500 почти добрал Еще на рампу попал И очень хорошо Очень Во-во-во-во Вот-вот Вот-вот-вот Вот я про это и говорю То есть он более по узкой траектории Последний На 90 градусов Поворот прошел Он сделал очень хорошо Все повороты И набор скорости Был хорош Еще солнышко нарисовал Так что да Москаль Перебил на 200 Казалось бы Вот где? Где отжимать? Да? Типа ты такой Играешь По те же неделю У тебя Блядь 19.3 А люди Ты не знаешь Где взять Вот где взять А остальное Ты не знаешь И ты можешь Только Ты смотришь Такой И типа А вот как он это сделал? Вот как он это сделал? Ой-ой-ой Как Москаль Качественно сейчас прошел Очень качественно прошел И Москаль Такой сделал 14.2 Ну в максимум Выжал Все очень четко И говорит Такой Смотрит на Таймлоки И говорит Бля Локи Ты ахуел? Че за фигня? Как Где мне 192 взять? Вот где? От шарлон Спрашивает Где ему 186 взять? Ну Точнее Сколько там 180 Сколько? Да Не важно В общем Начинается Жесткий Фреймадроч По скоростям Шарлон танк Йо Бонсуа Ой Очень много скорости После рампы И хорошо Завернул Очень узко Да Вот просто Типа Та же Самая Дорожка Все Тоже Самое Только По скоростям Чуть Быстрее На фрейм Красава Зорн 160 Аминь Шарлон Очень Демо Это Аминь Так Зорн Ой 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 В 1300 Почти Да Повороте Там Еще Вообще Добрал Ой Как же Жесткое Какие Жесткие Пошли Демки Как плотно Сейчас Очень Очень Круто Варпак Варпак 4 Варпак Жесткий Варпак Ты Че Не зря Вандеты взяли не зря красава красава сервер сервачок player name player на мячок так 1400 еще будут 1500 добрал еще 260 еще в потолок ударился на самом деле и мог бы и не долетать на него наверное не всегда это получалось очень круто очень круто так будет лайт будет лайт вы че такие цпм жесткие все у меня настроение поднялось с таких демок вот присылайте демки хорошие не расстраивайте дядю будив что-то подлагала так склейка демки конфирмит хорошо повернул он начинал максимально рано набирать скорость и даже несмотря на то что он попал потом вот эти вот края скошенные он все равно по ним продолжил просто в одну сторону стрейфить и набрал тысяч больше всех пока что скорости очень-очень круто там и плать очень круто красава очень реально куда так 14 0 карус я хочу пить а воды у меня нет поэтому поэтому так еще 450 бы сдавал жампа 1270 очень узкие повороты еще вообще моды мог заски ведь были нафигеть очень плотно проще плотно первый поворот прошел прямо вообще нереально так локи 14 080 из 14 не вышел но локи у нас выиграл в утре я думаю блоки и так доволен так 1200 тоже очень плотно повернул но скорости было побольше тут прямо видно что скорости немного побольше чем у и карус и поэтому потом по топу да и поэтому он его перебил хокс перебил локи вот на этих двух дымках ребята я не буду ничего абсолютно вообще говорить потому что у нас есть для вас небольшой сюрприз мы вот эти дымки сейчас посмотрим внимательно и далее я бы хоть я хотел конечно замонтажить это дело все но у меня нету особо на это времени поэтому я вам просто включу сейчас видео разбора дымок ну и анг первое место ой 1700 почти 1700 почти в конце ничего страшного это бывает ну и давайте выключу я музыку всем привет и как вы могли возможно услышать на проводе относительно на проводе у нас хокс я сейчас вам все дам сейчас я вам все сделаю дорогие друзья и давайте посмотрим просто насладимся разбором топовых дымок cpm от хокса точнее именно хокса и ах и приятного просмотра с вами хокс качестве разнообразия наших обзоров решил записать такое видео сравнение своей дымки и дымки анха как бы быстренько и глянем для начала моем будем и дымку анха вот различие немного но они есть и по тайму это видно сильно по крайней мере ну я уже чувствовал что просто не мог поставить такой тайм как у него для для разбора я все-таки буду пользоваться не дымками потому что это не очень удобно сравнивать тем более у анха вообще еще видимо плохой был интернет и у него прям видно что худ лагает сильно что я делаю обычно для сравнения я записываю видео с этих дымок поставила команду вот айдер хиян движок али команду цель ави фрейм рейд 125 и во время записи ну игры на суставе м я нажимаю пинт на видео после законом когда он закончится можно нажать стоп видео и таким образом я получаю два видеофайла который могу свести видеоредакторе ну например у меня вегас то есть есть дорожка анха есть дорожка моя вот подписал что сверху а он но снизу я на весь экран сделал чтобы было удобно я могу просто вот двигать в ползунок и сравнить покадрово что происходит так приступим значит свожу я с помощью кнопки прыжка то есть ну например когда пересекает линию человек это может быть абсолютно разный момент синхронизировать больше по прыжкам поэтому когда вот происходит прыжок я два видеофайла свел то есть анг прыгнул в этот момент я в другой при этом скорость его было что 27 у меня было 636 позиция моя чуть-чуть дальше то есть я немножко раньше прыгнул хотя но доверять цифрам этим не стоит потому что худ лагает из-за особенности демки в интернете писаны так ну не понимаю что принципе у меня есть преимущество определенные начале и у него стартует таймер немножко раньше у меня чуть чуть позже но дальше очень видимо выгодно попал в зону поэтому достаточно хорошо сразу набрал скорость в принципе то что вышел первую зону хорошо очень и и в принципе наверстал то самое преимущество которое у меня было во время кнопки прыжка да кстати замечу то что анг используют довольно-таки низкий сенс насколько я понимаю порядка 20 сантиметров когда играю на стрейф то я в принципе тоже использую данный сенс но когда играю на пушки это не очень удобно поэтому я ставлю сенс порядка там 20 сантиметров чтобы удобно было уроки то заводить резко ну и на эту карту я решил оставить данный свой сенс чтобы попривыкнуть и поэтому я играю сейчас на сенсе высокой и поэтому мне немножко сложно выводить вот по пиксель на каждую зону то есть например он ее свел полностью у меня немножко где-то какие-то грехи есть ну в принципе идем достаточно близко помним что у меня есть преимущество за счет того что я позже пересек стартовую черту я не знаю почему он решил точнее да нет я знаю могу догадаться почему он решил не под 180 градусов стартовать circle а под таким углом дело в том что есть и по прыжкам разницы нету то как правило решает тот кто ну да это преимущество если ты позже пересечешь стартовую линию но дело в том что он недостаточно прижался данной стенки если ты сделаешь все то же самое но позже пересечешь стартовую линию это преимущество но он этого не сделал не прижался и в итоге в данной рекорде у него ну чуть чуть хуже начал так промотаем немножко вперед идем мы его достаточно близко плюс минус небольшой хотя вот эту зону неплохо вывел дальше мы одинаково принципе зоны выбираем все те же самые и и вот тут начинается отличие то есть я довожу эту зону максимально долго и в ней много получал потому что я планирую перейти сразу во фронтальную зону анг решает немножко раньше закончить и набрать скорость еще в данной зоне она очень кстати выгодная поэтому видимо так решает и в этот момент в принципе он немножко отдаляется чуть больше вперед наверное ну то есть то что я немножко позже начала стрейфить но то есть как я набрал больше чуть-чуть скорости и чуть позже начал попадать зону но принципе это плюс-минус небольшое то есть да он сейчас умеет получить большую скорость но пока еще летим разницы нет то есть вот я сейчас добираю и сейчас по идее должен сравнить эту скорость сравнять вот видно по красной полоске акселерации то есть мы приземляемся в один момент как я и говорил если мы по прыжкам все синхронизируем то идем примерно одинаково то в принципе она должна быть практически фрейм фрейм в этот момент получаем я прыгаю чуть-чуть меньше скорости у него чуть чуть больше но это по идее не сильно отличается а у него еще особенность такой интернет демки то что не сразу показывается как растет скорость то есть по сути у него то она вот 1380 он получил а я получил 1377 похоже все таки ну точнее вот я получил 1373 то есть все таки похоже имеет смысл было вот эту зону тоже про прострейфить я этого не сделал в итоге небольшой минус имею но небольшой он принципе и должен особо сыграть зону вот эту мы примерно одинаково то ведем я не знаю как это будет со стороны смотреться честно говоря это мой рассказ но это опять же эксперимент поэтому пейте понять отлично не успеете ну ничего страшного напишите об этом так заканчивая данную зону мы примерно одинаково скорость у меня даже чуть чуть больше и со старта я имею еще преимущества определенные не обращаю внимание на таймер потому что он немножко глючит то есть вот пример у меня 32 на самом деле просто не обновляется вот он следующий кадр уже 72 на самом деле видео записано 125 кадров в секунду но видеоредактор я выставил 120 там больше нельзя но все равно по кадру можно считать что я могу смотреть дым и того дальше он кнопкой вперед оттягивать себя уже в следующей зоне я немножко стол почву в этот момент уже должен был тоже себя оттягивать да в итоге зря я вот это вот момент ну то есть уже потерял вроде бы чуть-чуть еще подобрал но и на самом деле нет смысла лучше зону довести поменять по нормальному и вот он ее сузил очень маленькую и набрал а он здесь почти не набирал а я ее сделал очень большой ok и вот следующую зону он он прям по полной программе используют то есть вот начиная вот с этого момента хоть у меня есть какое-то преимущество но я делаю зону очень небольшую то есть отсюда до сюда я могу здесь не очень долго прострейфить а он уже начинает стрейфить самого начала но кей что происходит дальше и тут я делаю решение принимаю решение закончить стрейф идти уже боковой кнопкой а он продолжает и и это дало ему большой плюс то есть по сути 28 упсов он впереди да он немножко сделать чуть больше круг чем я потому что он дольше стрейфа влево по картинатам можно сравнить понять ну и я думаю так логично понятно после чего мы поворотом идем на дабл джамп делать на рампу у него скорость чуть больше подходим к ней и что видим во первых он за счет того что стрейфа у него было больше у него чуть больше скорость плюс он делает прыжок очень близко то есть он сделал прыжок прям плотную к рампе я же делаю немножко далеко у меня почему-то не получалось дабл джамп очень короткий поэтому чтобы наверняка я делал небольшое буквально но небольшое расстояние чтобы стабильнее получался иначе вообще не получалось и за счет этого в принципе он должен уйти вперед то есть чтобы уравнять демки я немножко сместил его демку дальше сделал небольшой разрыв потому что пока я еще не долетел до рампы не выгодно синхронизировать демки во время на по прыжкам поэтому понимаем что раз два три четыре фрейма он выигрывает только за счет того что близко к рампе подошел и сделал это дабл джамп быстрее меня после того как мы прыгнули на рампу у него получается 1187 у меня 1174 тоже преимущество но это за счет того что он с большей скоростью заходил на трампу окей продолжаем смотреть что происходит дали даст ли ну сможет ли он воспользоваться данным преимуществом да и во что это все обернется дело в том что он так вот как мы начинаем стрейфить почему-то у него почему-то он не очень сразу попадает в зону то есть то есть у меня зона сразу появляется и а видимо немножко под разным углом мы заходили видимо да поэтому хотя ну-ка под каким углом мы заходили сейчас посмотрим чуть подальше то есть я за посмотрим сюда мой угол 51 50 а до 57 дошли и дальше я уже выпрямляюсь влево до угол уменьшается теперь смотрим на угол анха 55 дальше уменьшает по идее мы примерно на одинаковом углу на динаме в одинаковом углу зашли с одинаковым углом но почему-то немножко по-другому он еще как на кнопки так прожал честно говоря не очень могу объяснить почему у него зона немножко по-другому началась а но опять же а это просто баг худа точно вот он сейчас вот только появился видимо то есть баг худа при интернет демке так бывает но ну так отличие какое-то и все-таки наверное не сложно сказать лучше конечно сравнивать оффлайн демки а то я буду сейчас то да то нет говорить очевидно что все-таки у меня немножко зона была чуть лучше я сразу начал в ней стрэфить в итоге разность по скорости все-таки примерно удается сравнивать близко уже на уровне погрешности идти то есть идем разность 3 упс да мы помним то что на самом старте у меня было преимущество потом за счет дабл джампа я его потерял но в принципе сейчас мы находимся примерно в равных условиях идем примерно с равной скоростью хотя за счет большей скорости возможно он немножко больше подлетел да мы видим что мы эту зону истощаем удачно оба он там на 3 упс чуть лучше дал например хотя нет он чуть чуть дольше чуть чуть дольше похоже прострейфил все-таки на 7 упс уже я чуть раньше начал поворачивать ну окей допустим но за счет того что я немножко раньше начал поворачивать поэтому я по идее должен немножко нагнать хотя не начинаем мы примерно с той же разницы аж 608 упсов ну окей теперь кто эффективнее поворачивать смотрим дело в том что на высокой снисе насколько по моим ощущениям поворачивать все-таки немножко поприятней более лучше ощущается оптимальная скорость поворота чтобы не слишком медленно не слишком быстро поворачивать а чтобы скорость росла максимально эффективно и в чем что мы видим растет 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 скорость и вот в этот момент вообще получается то что разница в два упса ммм да наверное почему-то я нахожусь чуть-чуть выше то есть видно вот прям по демке что я я нахожусь чуть выше на минус 81 минус 89 да я выше смотрим максимальная высота анхак на которую он подлетает 30 упсов а моя скорость моя высота максимальная это порядка 11 упсов мм ну видимо даблджамп ему позволил выше подлететь ну как бы за счет того что большая скорость у него была изначально но дальше почему-то оказывается что он быстрее приземляется то есть он видимо не знаю почему так получается но с большей скоростью он идет вниз сейчас по идее он должен получить это преимущество на прыжке так почему так разница большая она увеличилась а в чем фишка значит я очень поворачивал эффективно это было видно да то что разница уменьшилась получилось 1309 смотрим за ростом скорости 1310 11 12 13 и тут опа перестала расти обратно обычно обратно в 13 вернулось то есть по ходу даже не скажешь то что потерял оптимальную скорость поворота но она уменьшилась и вот дальше ну сколько уже 5 упсов получилась разница окей во время приземления что происходит ну вот сейчас у меня наращивается скорость опять же из-за того что он приземлился чуть-чуть раньше мне приходится давать ему преимущество то есть вот он отходит вперед пока я не приземлился на сколько раз два три четыре пять шесть кадров и вот в этот момент мы приземляемся то есть вот он ловим 1364 против 1358 окей значит он еще выиграл кадры он уже впереди то есть опять же повторяюсь на старте у меня было преимущество плохой дабл джамп дал ему преимущество и то что приземлился чуть-чуть раньше дало ему преимущество и еще плюс небольшой мышцы по скорости так разница примерно 6 млпс куда-то чуть больше 9 вот на самом деле вот здесь вот реально видно что местами у меня чуть-чуть лучше получается там повернуть чуть-чуть потом где-то чуть он проседает и ну на самом деле на уровне погрешности в принципе идет по идее сейчас 9 упсов сохраняется разница порядка десяти даже а идут я сделал делаю ошибку вот он когда поворачивает вот у него скорость растет обращаем внимание вот растет 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 то есть он поворачивал вправо и потом поворачивает влево мне же вот у меня тоже получается на самом деле так делать хорошо четко без паузы но мне когда я повернул вправо и посчитал что нужно уже поворачивать влево почему-то по какой-то причине я перестал двигаться то есть по сути остановил мышку и сколько раз-два-три-четыре-пять ну примерно 5-6 кадров все-таки перестал двигаться ну игроков послабее как правило это еще может быть дольше обращайте внимание на то как быстро вы меняете сторону поворота мне показалось то что я могу завернуть вот именно выждав видимо этих 5 фреймов ну окей идем ну за счет того что я не ну у меня скорость не росла во время того как я просто двигался вперед он опять же получил еще какое-то преимущество если того уже имеет преимущество хм не странно опять же к 9 возвращаемся видимо где-то не дожал так ну примерно опять же те же 10 упсов ну окей компенсировалось видимо так приближаемся к стене стену проходим достаточно близко это очень важно при этом у него на 10 упсов ну те же самые 10 упсов окей не забываем про старое преимущество его и казалось бы но преимущество на самом деле не очень-то большой да и по тайму видно что прям небольшая разница но здесь происходит опять же у меня разбой и причем сильный во время поворота мне показалось то что ну вот я сейчас захожу за стену нужно поэффективнее повернуть на самом деле и так эффективно поворачивал и в итоге у меня сбивается худ чуть-чуть и скорость перестает расти вот она даже падает чуть-чуть и опять же я вернусь возвращаюсь на те же самые 1414 с которым с которыми входил в поворот и вот буквально чуть-чуть да вот вылетел из цегаза не пережал скорость поворота и все до свидания уже разница просто глоссальная уже 20 упсов ну хотя не 15 ну окей так во время приземления е-мое как же плохо вот вот смотрим на него да вот в этот момент когда тебе нужно прострейфить в левой зоне ну в левого вот как только ты пересекаешь примерно центр ну вектор скорости куда-то направлен очень важно нажать вовремя кнопку вперед тогда цегаз он появится и ты не потеряешь скорости у меня же получается что когда я поворачиваю я я поздно нажал кнопку вперед это кстати частая ошибка у многих и я прям периодически борюсь прям с ней получается но не всегда эффективно а это очень важно дело в том что вот я иду 1419 20 21 22 и теряю дофига скорости 8 упсов пока не нажму кнопку вперед вот с этого момента все скорости уже не падает но блин я за стену заходил 1414 и мог бы прожать ну то есть это моя ошибка почему ну то есть он сделал все правильно четко у него было у меня же получилось не набрать скорости ну хотя бы сохранил не растерял глупо конечно но что получается у нас разница уже 18 упсов и зону он стрейфит начинает отсюда то есть он цегаз поместил в середину зоны и вот он ее сейчас по идее должен выстрейфливать а у меня она чуть дальше началась то есть в итоге это не очень эффективно у него акселерация чуть больше смотрим вот ну разница 20 упсов примерно так дожимает кстати дожимает ее офигенно до конца я же ее заканчиваю вот в этот момент это очень плохо на самом деле мог бы еще дожать но опять же поторопился немного и того разница уже в 23 упса кстати тоже важный момент такой насколько быстро поворачиваешься то есть например вот скорость растет вот акселерация есть да нужно повернуть зону поменять сторону смотрим сколько фреймов я поворачиваюсь раз ну вот скорость перестала 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 расти два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать тринадцать то есть тринадцать кадров за кадр мы получаем ну не знаю с хейстом два три упса мы точно где-то получаем это достаточно длительный поворот на самом деле можно быстрее у него посмотрим сколько получается то есть вот у него скорость растет считаем следующие фреймы раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать тринадцать а он еще решил себя оттянуть ну на самом деле он тоже долго ее прям выдерживал слишком конечно придираться в конце карты когда и так ее хорошо прошел сложно но на самом деле опытные игроки по идее и жмут и концовку хорошую тем более карта небольшая можно и выжать хороший конец он же решил себе немножко оттянуть я уже ну стрейфливал а он еще оттягивает ну хорошо вот он до сих пор еще тянет вот только сейчас пошла скорость расти в итоге мне кажется решение не очень эффективное сорок шесть шестьдесят четыре мы примерно в одинаковой ситуации а у а я немножко посократил разрыв так зону заканчиваю что-то я опять же не дотягиваю немножко да и он не дотягивает ну окей не не на уровне погрешности на самом деле дальше в конце сохраняется разрыв по упсам в те ключевые моменты которые мы обсудили вот он и зарешали все концовка уже является следствием то что недобрана ну недобрана была скорости а вот в конце засветилась разница а у линии здесь по-моему 32 насколько я помню и того мы имеем в начале у него было у меня было преимущество дальше я его потерял за счет того что здесь не прострел фронтальную зону здесь решил вот вот здесь очень маленькую зону выбрал в пользу большой длинной вот этой и я мог бы на самом деле даже при всех прочих я мог бы в принципе в данный момент продолжать стрейфить но что-то я отказался и начал поворачивать ну вот сильно это дало прыжок был в итоге чуть меньше скоростью все остальное в принципе было на уровне погрешности по идее если бы сделал все то же самое как у него ну с прыжком то наверное приземлился бы так же вот здесь же мелочь что все-таки получилось к счастью 5 фреймов это не так много не так сильно сказалось на скорости то есть если вы дольше держите не двигаете не наращиваете скорость тогда это реально очень сильно влияет здесь же сильно не зарешало то что я не сразу начал поворачивать вот и всегда всегда нужно обращать внимание на то чтобы если после поворота влево продолжаешь стрейфить вперед влево нужно как можно раньше нажать кнопку вперед тоже ошибка вот все остальное уже было одинаково примерно но я вам скажу разница на самом деле достаточно серьезная то есть 912 ну такой я прям постарался вот ну он конечно постарался я мог бы реально 13 7 сделать если бы старт сделал как у меня ну в общем то все на этом еще раз наверно демки посмотрим для закрепления для закрепления по ралтами что вы 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 Ну все, напишите в комментариях, успевали ли за ходом мысли, понравилось, не понравилось, что стоит подправить, имеет ли смысл в подобном ключе еще что-то разбирать. Всем пока! Такой вот разбор от Хокса, очень приятно, что он подключился к этому моменту. Ну и да, действительно, пишите в комментариях, интересно ли вам такое, возможно иногда будем такое устраивать. Ну и все, всем спасибо большое за просмотр, всем удачи, не забывайте стараться лучше! Субтитры сделал DimaTorzok